Слово шестое, 705. Звери, пока живут в лесах и не вступают в борьбу с людьми, бывают довольно смирны и кротки. Но как скоро охотники, поймав их, приведут в город и, заперев в клетку, возбудят к бою с людьми, и они, напав на людей, отведают мясо и спьют крови человеческой, то уже не так легко могут отстать от этого лакомства. Но с великой жадностью бросаются на такую добычу. Это же случилось и с нами. И мы, как вступили в борьбу с иудеями, и, напав на бесстыдное их возражение, не спровергли их замыслы и всякое возношение, восстающее на разум Божий, и умствование пленили в послушании Христу, то возымели еще большую охоту воевать с ними. Но что мне делать? Видите, что голос у меня ослабел и не может выдержать еще такой же продолжительной беседы. И мне кажется, со мной случилось теперь то же, что с воином, который, изрубив несколько неприятелей, с великой ярости напав на вражеский отряд и повернув многих врагов, переломил свой меч и с прискорбием возвращается к своим. Наше горе даже еще тяжелее. Воину, переломившему меч, можно выхватить другой у кого-нибудь из стоящих и, воспользовавшись воинским жаром, выказать великую храбрость. Но когда спал голос, у другого нельзя взять голоса. Что же, воротиться и нам, но не позволяет сила вашей любви. Стыжусь и присутствие Отца нашего, стыжусь и вашего усердия. Потому поручив себя вполне его молитвам и вашей любви, попытаюсь взяться и за то, что выше сил моих. И никто из вас за неукоряет слово наше в неблагонамеренности, благовременности, за то, что сегодня, когда созвали нас мученики, мы оставив сказания об их подвигах, выступаем против иудеев. И для них, мучеников, это слово приятнее. От наших похвал они нисколько не сделаются славнее. В самом деле, какая нужда в наших словах тем, которые подвиги выше смертной природы и награды выше силы и понятия человеческого, они пренебрегли настоящей жизнью, попрали пытки и мучения, призвели смерть, воспарили к небу, освободились от волнения житейских забот, достигли тихой пристани, неся с собой ни золото, серебро и драгоценная одежда, но сокровища некродомая терпение, мужество и любовь. Они, воссекаясь теперь в общении с Павлом, окрыляясь еще до получения венцов ожиданием венцов, избегая, наконец, неизвестности будущего. Какая же им нужда в наших словах? И вот почему им приятнее настоящий предмет. От наших похвал, как я сказал выше, ничего не прибудет к их славе, а от наших ратований против иудеев будет им великое удовольствие. И они охотно выслушают, особенно слова, высказанные в защиту славы Божией. Мученики особенно не любят иудеев, потому что сильно возлюбили того, которого те распяли. Те говорили, кровь его на нас и на детях наших, а эти пролили свою кровь за того, кого те убили. Так они и с удовольствием выслушивают эти слова. 706. Итак, мы достаточно доказали, что если бы настоящее рабство иудеев должно было окончиться, то пророки и об этом предсказали бы, и не умолчали. Мы доказали это, показав, что все пленения, египетская, вавилонская, бывшая при антиохии Епифании, постигли иудеев по предсказанию. Мы доказали божественным писанием, что для каждого из этих пленений предвозвещено и место, и время, а настоящему ни один пророк не назначил время к продолжению. Что оно у нас станет, все приведет к запустению, изменит общественное устройство иудеев, так же через сколько времени по возвращении завело оно случиться. Об этом предсказал Даниил. Но что оно будет иметь конец, и что эти бедствия когда-нибудь прекратятся, этого не этот ни другой пророк не открыл. Напротив, Даниил предсказал еще, что это рабство будет тяготеть над ними до скончания века. Самое время подтверждают слова наши. Сколько протекло его с тех пор, а до сели не видно ни следа, ни начало полезной для них перемены, хотя они многократно покушались восстановить храм. Да, они покушались и раз, и два, и три, при Адриане, Константине и Юлиане, но всякий раз были останавливаемы. Сперва воинами, а после огнем, вышедшим из основания и прекратившим их безвременную попытку. А мне хотелось бы, наконец, спросить их, отчего это, скажи мне, прожив столько времени в Египте, вы опять получили свое отечество. Потом отведенные в Вавилон, также возвратились в Иерусалим, опять потерпев столько бедствий при Антиохе. Снова пришли в прежнее положение. Снова получили с прежним достоинством и жертва, и жертвенник, и святое святых, и все прочее. А теперь ничего этого не случилось, нет. Вот уже прошло сто лет, дважды, трижды, четыре раза столько, и даже гораздо более. Ибо с того времени от Антиоха до нашего прошло уже пятьсот лет, и мы не видим, чтобы где-нибудь показался хотя намек на какую перемену. Напротив, дела их расстроились в конец, и даже во сне не представляют такой надежды, какой прежде. Если они укажут на свои грехи и скажут, так как мы согрешили перед Богом, мы оскорбили его, за это и не получили родной земли. Если эти люди, которые без стыда слышали настоящее обличение пророков и не сознавались, когда те сильно упрекали их в убийствах, если они теперь исповедуют и сознают грехи свои, то я еще спрошу каждого из них. Так, за грехи свои, иудей, ты живешь столько времени вне Иерусалима. Что же здесь нового и необычайного? Разве вы теперь столько живете во грехах, а прежде жили правильно и добровольно? Разве вы не искренне и не изначально пребывали в бесчисленных беззакониях? Разве не обличил вас в бесчисленных злых делах пророк Иезекииль, когда представил двух блудниц и сказал, что вы соделали блуд в Египте, Агола и Аголила, безумствовали с иноплеменниками и служили чуждым богам? Иезекииль 23. Что же, когда разделялось море, расторгались камни и столько чудес совершалось в пустыне, разве тогда вы не поклонялись тельцу, разве вы не часто покушались убить Моисея, то бросая в него камни, то изгоняя его, то, нанося ему другие бесчисленные оскорбления, разве не часто произносили хулу на Бога? Разве не служили Валфигору? Разве не приносили сынов своих, дочерей своих, жертву демонам? Разве не совершали всякого рода нечестие и грехи? Разве не говорил вам пророк от лица Божия «Четыреста лет негодовал я народ все и сказал, они всегда заблуждаются с сердцем своим? Как же Бог тогда не отвратился от вас, но и после витоубийств, после злослужения, после великого нечестия, после невыразимой неблагодарности позволил еще быть у нас пророку, великому Моисею, и совершал дивное, необычайное знамение? И чего не было ни с кем из людей, то случилось с вами. Облако простерлось над вами вместо покрова, столб путеводил вас вместо светильника. Враги добровольно покорялись вам, города сдавались почти от одного только звука голоса. Вам не было нужды ни в оружии, ни в войске, ни в сражении, ни... Но вы только протрубили и стены рушились сами собою. У вас была новая и необычайная пища. Так что пророк восклицает, хлеб небесный дал им, хлеб ангельский ел человек, послал им пищу до сытости. Отчего же, скажи мне, вы тогда, хотя и жили нечестиво, служили идолом, убивали детей, побивали камнями пророков, совершали бесчисленные преступления, однако пользовались таким благоволением, таким покровительством Божиим. А теперь, хотя и не служите идолам, не умерщвляете детей, не побиваете камнями пророков, однако живете все в рабстве. Разве тогда был один Бог, а теперь другой? Разве не один и тот же Бог и тогдашние дела устроял, и нынешние совершает? Отчего же, скажи мне, когда большие были грехи ваши, тогда велика была честь вам, у Бога, а когда теперь меньше беззаконствуете, Он совершенно отвратился от вас и предал вас к постоянному бесчестию. Ведь если теперь Он отвращается от вас за грехи, тем более надлежало Ему отвращаться тогда, если же Он тогда снисходил к вам, хотя и жили вы нечестиво, тем более надлежало бы снизойти теперь, когда вы не делаете никаких преступлений таких, за что же Он не оказался снисхождения? Если вы стыдитесь сказать причину, скажу прямо я, или вернее не я, но сама действительно истина, за то, что вы убили Христа, за то, что подняли руку на владыку, за то, что пролили драгоценную кровь, вот за что нет вам облегчения, нет, наконец, прощения, нет извинения. Тогда вы оскорбляли рабов, Моисея, Исаия и Иеремию, тогда, хотя и совершалось нечестие, но еще не было сделано главное зло. А теперь вы затмили все прежние беззакония, и после злодейства против Христа для вас не остается уже никакого больше беззакония. Вот почему вы наказываетесь теперь больше. Иначе, если не в этом причина вашего настоящего унижения, почему Бог терпел вас тогда, когда вы убивали детей, а теперь, когда вы ничего такого не делаете, отвращается, ясно, что убив Христа, вы сделали более великое и тяжкое преступление, чем где-то убийство и всякое другое беззаконие. 708 том 1. Итак, уже ли вы, скажите мне, осмелитесь после этого называть Его обманщиком и беззаконником? Не убежите ли напротив, и не скроетесь ли вместо того, чтобы противоречить столь ясной истине событий? Если бы Иисус был, как вы говорите, обманщик и беззаконник, то вам следовало бы еще прославиться тем, что вы убили Его. Если Тиньесу мертвил одного кого-то, совершенно прекратил этим гнев Божий на иудейский народ, стал сказано Тиньес и умилостивил, и пристала язва. Если он поражением одного беззаконника избавил от гнева Божия, такое множество людей виновных в нечестии. Тем более так должно было случиться с вами, если бы распятый вами был беззаконник. Отчего же Тиньесу, мертвив беззаконника, оправдан и почтен священством, а вы, распяв, как говорите, какого-то обманщика и противника Богу, не только не заслужили похвалы и чести, но еще подверглись большим бедствиям, чем в то время, когда заколали собственных сыновей. Не очевидно ли для самых малодумных, малоумных, что вы терпите такое наказание за то, что поступили беззаконно со Спасителем и Владыкой Вселенной? Теперь вы удерживаетесь и от преступного кровопролития детей, и соблюдаете субботы, а тогда нарушали и этот день. И Бог обещал через Иеремию пощадить ваш город, если перестанете носить тяжести в субботу. Но вот теперь вы так и делаете, не носите тяжести в субботу. И однако же он не примиряется с вами, потому что этот ваш грех против Христа больше всех грехов. Значит, вы напрасно указываете на нынешние грехи свои, как на причину настоящих бедствий ваших. Нет, не за другие дела ваши, но за то именно величайшее беззаконие вы терпите такие бедствия. Так что, если бы его не было, Бог не отвращался бы столь долго от вас, хотя бы вы сделали бесчисленное множество грехов. Это видно как из всего сказанного, так и из того, о чем я намерен теперь сказать. Что же это такое? Мы слышали, как Бог часто говорил через пророков вашим отцам, что вы достойны были бесчисленных бедствий, но я, говорит, творю милость ради имени моего, чтобы оно не обесславилось у язычников. И опять, не ради вас творю дом израилев, но ради имени моего. Иезекииль 36.22 Это значит, вы заслуживали еще более тяжкого наказания и мучения, но дабы кто не сказал, что Бог по слабости и неимении сил спасти предал иудеев в руки врагов, я заступаюсь и помогаю вам. Значит, если бы Христос, которого вы распяли, был беззаконник, то хотя бы вы сделали бесчисленное множество грехов, даже более тяжких, чем прежние, Бог, наверное, спас бы вас для того, чтобы имя его не бесславилось, чтобы того Христа не почитали великим и не сказали, что вы это потерпели за него. Ибо если Бог ради своей славы, по-видимому, пренебрегает вашими грехами, тем более Он поступил бы так теперь, одобрил бы это убийство и изгладил бы множество ваших грехов, но когда Он показывает совершенное отвращение к вам, то очевидно, этим своим гневом и совершенным остановлением вас вразумляет и самых упорных, что убитый вами был не беззаконник, но сам законодатель и виновник бесчисленных благ. Вот почему вы, поступившие с ним нечестиво, находитесь в угнетении и бесчестии, а мы, поклоняющиеся Ему, прежде бывшие бесчестнее всех вас, теперь по благодати Божией славнее почтение всех вас. Откуда, скажете, видно, что Бог отвратился от нас? Нужно ли еще словами доказывать это, скажи мне? Когда самые дела вопиют и издают звук громче трубы разрушением города, опустошением храма и всем прочим, что только случилось с вами, уже ли еще нужно вам словесное доказательство? На нас скажете, навели эти бедствия люди, а не Бог? Напротив, это сделал именно Бог. Если же ты приписываешь свои несчастья людям, то возьми в рассмотрение то, что люди, сколько бы ни покушались на это, не могли бы исполнить своего предприятия, если бы оно было неугодно Богу. Когда варвар напал на Иудею, ведя за собой всю Персию, надеялся этим набегом захватить всех и запер всех в городе, как в сетях и тянетах, тогда, так как Бог был милостивее к вам, враг и без войны, без сражения, без боя бежал от вас, оставив 185 тысяч убитых воинов и считая за счастье, что хоть сам спасся. И множество других воин также часто решал Бог, значит, и теперь, если бы Он не оставил вас вовсе, люди не могли бы разрушить ваш город и опустошить храм. Запустение не продолжалось бы доселе, и столь многочисленные ваши попытки восстановить его не остались бы безуспешными. 710. Но кроме этого, постараясь и иначе показать, доказать вам, что римские цари сделали вам все это не своей силою, но потому что Бог прогневался на вас и оставил вас. Если бы это было дело человеческое, подлежало бы вашим бедствиям ограничиться только пленением и вашему унижению не простираться далее. Пусть будет по-вашему, что люди разорили стены, разрушили город и не спровергли жертвенник. Но уже ли люди же прекратили и ряд пророков? Уже ли они отняли у вас благодать духа? Уже ли же они разрушили прочие святыни ваши, как то глаз от святилища, силу помазания и явления? На камнях одежды священника начало устройства иудейского не все были земные, но большинство и самые важные из них были свыше, с небес. Например, Бог позволил приносить жертвы. Жертвенник, конечно, был на земле. Также и дрова, и нож, и священник. Но огонь, долженствовавшись сходить в то святилище и поедать жертвы, имел начало свыше. Ибо не человек вносил огонь в храм, но свыше сходило пламя и исполняло службу при жертве. Также, если когда надо было узнать что-либо, то исходил голос изнутри херувимов от очистилища и предвозвещал будущее. Опять на камнях, которые были на груди первосвященника, было некоторое сияние или так называемое явление, и через него открывалось будущее. Кроме этого, когда нужно было совершить над кем-нибудь помазание, не спосылалась благодать духа и не сходило на елей. Пророки совершали эти действия и часто облако и дым покрывали святилище. И так, чтобы иудеи не упорствовали, не приписывали своего порабощения людям. Бог попустил не только пасть городу и разрушиться храму, но прекратить все и тому, что имело свое начало с неба. Как-то огню, глазу, сиянию, камней и тому подобному. Посему, когда иудеи станет говорить тебе, люди восстали на нас, люди сделали зло, скажи ему, что люди не восстали бы, если бы Бог не попустил этого. Пусть люди разрушили твою стену. Но уже ли человек запретил не сходить огню свыше? Уже ли человек возбранил голосу, который постоянно слышался от очистилища? Уже ли откровение на камнях и священное помазание и все прочее уничтожил человек? Не Бог ли истребил это? Всякому понятно. Почему же он истребил? Не очевидно ли, что по гневу и совершенному отвращению к вам? Нет, скажете. Но так как у нас нет столицы, то нет и этого. А отчего у вас нет столицы? Не от того ли, что Бог оставил вас? Впрочем, чтобы совершенно заградить бесстыдные уста иудеев, докажем из самого Писания и то, что причиной прекращения пророчества было не разрушение храма, но гнев Божий и что они теперь раздражают его враждой на Христа гораздо более, чем тогда, когда поклонялись Тельцу. Когда пророчествовал Моисей, когда не было ни храма, ни жертвенника, и однако же, хотя и они делали бесчисное множество нечестивых дел, помазание пророческое не отнималось у них. Напротив, были тогда как этот великий и доблестный муж, так и другие, кроме его 70 пророков. Да не только тогда были у них пророки, но и после, когда дан был храм и весь чин богослужения. Потом, когда храм был сожжен и все иудеи отведены были в Вавилон, и тогда языки Иль и Даниил, хотя и не видели святого святых, не стояли перед жертвенником, а находились в земле иноплеменнической, среди беззаконных и нечистых людей, а однако же исполняли из духа, предсказывали будущее, даже говорили о более многочисленных и дивных предметах, чем прежние пророки, и видели божественное видение, насколько им возможно было видеть его. Отчего же, скажи мне, теперь нет у них пророков? Не от того ли очевидно, что Бог отвратился от вас, иудеи? За что же Он отвратился от вас? Очевидно также, что за распятого и за совершенное над Ним беззаконное дело. Из чего это видно, скажешь? Из того, что вы прежде, хотя и жили нечестиво, однако же имели все, а теперь после креста, хотя живете, по-видимому, лучше, терпите, однако же, большее наказание, и ничего прежнего не имеете. Но чтобы нам узнать причину настоящих бедствий и от самих пророков, которые ясно и подробно возвещали об этом, послушайте, что говорит Исаия, как предсказывает и о будущих всем благодеяниях Христовых, и о вашей неблагодарности. «Ранами его мы исцелились», — говорит он, предсказывая о спасении всех крестом. Потом, изъясняя, кто таковы мы, прибавил, «Все мы блуждали, как овцы, каждый человек совратился со своего пути, изъясняя крестное страдание, так, — говорит, — как овца, введен был он на заклание, и как агнец, предстегущим его, безгласен, так он не открывает ус своих, во смирении суд его взялся». А где можно видеть это исполнившимся? В беззаконном судилище Пилата. Ибо после того, как было столько свидетелей против Иисуса, он, — говорит Евангелие, ничего не отвечал им. И когда правитель сказал ему, «Не слышишь ли, сколько на тебя свидетельствуют?» Он ничего не отвечал, но стоял молча. Об этом-то и сказал пророк задолго прежде, как овца, введен он был на заклание, и как агнец, предстегущим его, безгласен. Потом, показывая, какое беззаконие совершилось тогда в судилище, он говорит, «Во смирение суд его взялся. Ибо когда никто не произносил праведного суда над ним, но приняли ложные свидетельства против него, причиной же было то, что он не хотел защищать. Ибо если бы он захотел, то все бы поколебал и потряс. Если уже, будучи на кресте, он расторг камни, помросил вселенную и отвратил солнечные лучи, из дня сделал мочь по всей земле, то, конечно, мог сделать то же самое и в судилище. Но он не восхотел этого, чтобы показать свою кротость и смирение. Поэтому и говорит пророк, во смирении его суд его взялся. Потом, показывая, что он не был из числа обыкновенных людей, пророк приставок купил, но род его кто изъяснит? В самом деле, о ком это говорит пророк, что берется от земли жизнь его? Поэтому и Павел говорит, жизнь наша сокрыта со Христом в Боге. Когда Христос явится, жизнь наша, тогда и вы с ним явитесь во славе. Но так как я предположил сказать и доказать, что за него именно иудеи терпят настоящее бедствие, то время уже привести слова Исаии. Где же он говорит об этом? Сказав о судилище, об убийстве, о принятии им на себя наших грехов, сказав, что берется от земли жизнь его, пророк приставок купил и дам ему погребение вместе с разбойниками, но погребен будет у богатого. Не просто сказал иудеев, но лукавых, ибо кто может быть лукавее тех, которые после стольких благодеяний убили своего благодетеля? Если бы не произошло этого, если бы вы не опозорили себя теперь и не лишились всего отеческого, если бы храм ваш не обратился в развалины и ваша судьба не была бы плачевна свыше всякого описания, ты мог бы еще не верить иудей. Но если вопию дела и пророчества сбылось, то для чего напрасно и попусту упорствуешь. Ибо где теперь ваша святыня? Где первый священник? Где одежда и слово судное и явление? Не говори мне о нынешних ваших патриархах, корчемниках, торгашах, исполненных всякого беззакония. Какой тут священник, скажи мне, когда нет того древнего помазания и не всей прочей святыни? Какой священник, скажи мне, когда нет ни жертвы, ни алтаря, ни богослужения? Хочешь, расскажу тебе закон о священстве, по которым в древности были поставляемы первосвященники, дабы ты знал, что нынешние, так называемые вами патриархи, не священники, но только носят личину священников и играют как бы на сцене или даже не могут выдержать и личины, так далеки они, не только от истины, но даже и от ее подобия. Итак, вспомни, как тогда Аарон поставлен был священником, сколько Моисей принес о нем жертв, сколько заклал животных, как омыл его, как помазал у него край уха, правую руку, правую ногу, потом приказал ему пробыть внутри скинии назначенное число дней, но лучше выслушать и самые слова писания. Сие сказано помазание Аарона и помазание сынов его. Левит 7.35 И говорит, как заколал его Агнца по возложению рука Аарона и сынов его, взял от крови и возложил на рога жертвенника и очистил жертвенник, потом сжегший некоторые части тельца одни внутри и другие вне скинии, привел еще овна и принес его всесожжение, далее привел другого овна совершенного и по возложению на него рука Аарона и сынов его заклал его и взял от крови и возложил на край уха Аарона правого и на край руки его правой и на край ноги его правой, тоже сделал с сыновьями его, потом взяв некоторые части жертвы положил на руки Аарона и сынов его и так принес Богу и опять взяв крови и от елея окропил на Аарона на ризы его, на сынов его и на ризы сынов его и осветил их и повелел сварить мясо во дворе скинии и там съели его из дверей скинии сведения да не выйдешь сказал он семь дней да коли дни скончаются и так когда Писание говорит что Аарон таким образом поставлен левит 8 1 и далее таким образом очищен таким образом освящен таким образом умилостивил Бога а теперь ничего этого не бывает ни жертвы ни сесожжения ни возлияния крови ни помазания елеем когда нет изкинии сведения и нынешний священник иудейский не пребывает определенного числа дней в святилище то очевидно что он и несовершен и нечист и беззаконен искверен и прогневляет Бога ибо если священник не иначе мог быть поставлен как только таким образом то очевидно что у них нет священства когда нет этих обрядов видишь я справедливо сказал что они далеко уклонились не только от истины но и самого подобия ее 714 впрочем не только из этого но и из другого еще можно узнать как почтенно было достоинство священства так когда некоторые нечестивые зловредные люди восстали против Аарона покушаясь лишить его начальства и оспаривая у него честь кратчайший Моисей желая вразумить их самым делом что он не потому возвел Ваарона в это достоинство что он ему брат родной и свой человек но что вручил ему священство повинуясь определению Божию повелел принести по жезлу каждому колену а также и Аарону когда принесли он взял все жезлы положил их в скини и положил там повелел ожидать Божие решение через эти жезлы и вот когда все жезла остались в том же виде а один Ааронов вдруг пророс покрылся листьями и плодами дабы познали что владыка природы опять рукоположила Аарона употребив листья вместо письмен ибо кто сказал вначале да произрастит земля траву и возбудил силу ее к плодоприношению тот заставил прозябнуть и это древо сухое и бесплодное без земли и корня и был уже тот жезл обличением и свидетельством как злобы тех людей так и суда Божия не издавая голоса но самым видом сильнее трубы вразумляя всех чтобы впредь не покушались на подобные дела и не только этим но и другим еще образом Бог рукоположил Аарона когда мнение многие возмутившись захотели Аароновой чести власти как-то домогается и желает многие иныне Моисей опять повелел им принести кодильницы положить в них фимиама и ждать решения свыше и когда они воскурили фимиам земля разверзлась поглотилась всех соучастников их а взявших кодильницы сожег небесный огонь а чтобы это с течением времени не забылось и потомки знали о дивном решении Божием Моисей повелел кодильницы те повесить около жертвенника дабы как Жезу и без голоса говорил своим видом так и эти дощечки всем потомкам говорили внушали и советовали не подражать в безумии предкам чтобы не потерпеть одинаково с ними наказание видишь как в древности рукополагались священники а теперь у иудеев все детские игрушки все смех и срам и корчемничество все исполнено несчастливого беззакония так неужели им-то последуешь ты скажи мне им которое всегда усиливается и делает и говорит только противное законам божиим в их-то синагоге бежишь и не боишься что упадет с неба молния и сожжет твою голову разве не знаешь что хотя бы кто и не разбойничал но только оказался в вертепе разбойников подвергается одинаковому с ними наказанию и что говорить о разбойниках вы все конечно знаете и помните что когда некоторые негодяи и обманщики не звергли у нас царские статуи то они только эти преступники но и все кто только оказался при этом были схвачены вместе с ними отведены в судилище и потерпели жестокое наказание а ты торопишься скажи мне бежать туда где оскорбляется отец хулица и сын где уничижаются цветы и животворящий дух и не боишься не трепещешь входя в эти мерзкие и нечистые места какое же будешь иметь оправдание скажи мне какое извинение когда сам добровольно толкаешь себя в бездну и бросаешься в пропасть не говори мне что там лежит закон и книги пророков это недовольно для освещения место что важнее то ли когда священные книги лежат в известном месте или то когда люди говорят о том что содержится в этих книгах очевидно то когда и говорят и размышляют о содержащемся в книгах что же скажи мне когда дьявол говорил от писания неужели осветились уста его нельзя сказать этого он остался тем чем был дьяволом а демоны и они проповедовали и говорили сие человеки рабы бога всевышнего не возвещают вам путь спасения уже ли поэтому поставим их в ряду апостолов никак напротив мы так же как и прежде отвращаемся их ненавидим так даже произношение священных слов не освещает а книги тем что лежат освещают как же это возможно зато особенно и ненавижу синагогу что в ней лежат законы пророки и ненавижу теперь более чем когда бы в ней не было их а почему потому что это служит сильной приманкой большим соблазном для простых душ потому и павел скорее изгнал демона когда он заговорил чем когда бы он молчал и так как он досаждал сказано много дней то он сказал ему дух выйди из нее за что за то что кричал си человеки рабы бога всевышнего храня молчание демона не так бы прельщали но говоря они увлекали бы многих слабых людей заставляли бы слушать себя и в других случаях чтобы отворить дверь своим обманом и придать лжи больше благовидности демоны примешивали к ней несколько и истину подобно тому как приготовляющие ядовитые составы обмазывая края сосуда медом достигает того что вредное зелье легко принимается вот почему особенно Павел не стерпел и поспешил заградить им уста что они присвояли себе не принадлежавшее им достоинство и я зато ненавижу иудеев что они имеют закон но нарушает его и тем стараются обольстить простодушных они не были бы так виновны если бы отвергали Христа потому что не верили бы пророкам а теперь они лишили себя всякого извинения говоря себе что верят пророкам и однако же понося того о ком те пророчествовали 716 наконец если ты считаешь место святым от того что там лежат закон и книги пророческие то тебе уже придется считать святыми и идолов и храмы идольские случилась некогда у иудеев война а затяне победив взяли ковчег и внесли его в свое святилище 1 царств 5 так так уже ли их храм стал свят от того что в нем был ковчег нет он остался мерзким и нечистым и это точность оказалась на деле чтобы враги узнали что победа их произошла не от слабости бога но от нечестия служивших ему ковчег и взятый в плен в чужой земле показал свою силу дважды поверший идола на землю так что он разбился ковчег не только не осветил место но еще противоборствовал этому месту при том же какой теперь ковчег у иудеев когда у них нет ни чистилища ни помазания ни скрижали завета ни святого святых ни завеса ни архиерея ни фимиама ни всесожжения и жертвы ни всего другого что делало тогда ковчег достатчимым мне кажется этот нынешний ковчег их ничем не выше и даже гораздо хуже тех сундуков которые продаются на площади эти нисколько не могут вредить подходящим а тот каждодневно наносит великий вред приближающимся к нему братья не будьте дети умом на злое будьте младенцы и тех кто питает страх к этим вещам освобождайте от этого неуместного страха и вразумите чего должно страшиться и бояться ни ковчега этого но того чтобы не разрушить храм божий хождением в синагогу привязанностью к иудейству этим безвременным соблюдением иудейских обрядов ибо сказано что кто оправдывается законом тот отпал от благодати вот чего нужно бояться как бы вам в тот день не услышать от того кто будет судить вас отойдите не знаю вас потому что вы сообщались с распявшими меня вопреки моей воле восстановляли праздники которые я отменил и бегали в синагоги иудеев которые беззаконно поступили со мною я разрушил их храм превратил в развалины это святилище содержавшее в себе страшные вещи а вы оказывали почтение таким храминам которые ничем не лучше корчемниц и разбойничьих вертепов если уже тогда когда были херувимы когда был ковчег еще когда обитала в храме иудейском благодать духа господь говорил в одном месте вы сделали дом вертепом разбойников в другом домом купли домом торговли и называл его так за беззаконие и убийство иудеев то теперь когда оставила их благодать духа и уничтожена вся их святыня а они между тем вопреки воле божией совершают свое беззаконное служение чем назвать их синагоги как найти достойное их имя если храм был вертепом разбойников уже тогда когда еще содержал свой устав то теперь назовешь ли его любодейным домом местом ли беззаконие жилищем ли демонов крепостью ли дьявола губителем ли душ пропастью ли и рвом совершенной погибели или как бы то ни было все не назовешь так как он заслуживает желаешь видеть храм не беги синагогу но будь сам храмом бог разрушил один храм в Иерусалиме и воздвиг тысячи храмов которые гораздо досточтиме того вы есть храм бога живого сказано укрась этот храм изгони из себя всякий злой помысл чтобы тебе соделаться почетным членом христовым чтобы быть храмом духа сделай других такими же видя бедных вы не хотите пройти мимо их так и видя бегущего в синагогу не пропускай его но удержи словом как бы уздой и приведи в церковь это милости не больше той и прибыли от нее больше десяти тысяч талантов и что говорю десяти тысяч талантов больше всего видимого мира так как и человек дороже всего мира для него созданы небо и земля и море и солнце и звезды подумай же о достоинстве того кого можешь спасти и не оставь попищись о нем хотя бы кто раздал тысячи денег он сделает не столько сколько тот кто спасает душу отводит от заблуждения и руководит к благочестию подавшие богом утолит голод а исправившие иудействующего прекратить нечестие тот облегчит бедность этот остановит беззаконие тот избавит тело от муки этот исхитит душу из гиены я показал сокровище не потеряйте прибыли здесь нельзя жаловаться на бедность нельзя ссылаться на нищету вся трата в словах и вся издержка в речах так не поленимся но со всем усердием и ревностью будем уловлять наших братьев и привлекшие их даже против воли в свои домы предложим им обед и сегодня же разделим с ними трапезы чтобы они у нас же на виду разрешив пост и дав нам достаточное свидетельство и удостоверение в своей перемене на лучшее сделали с виновниками вечных благ для себя и для нас по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа через которого и с которым слава Отцу вместе со Святым Духом ныне и всегда и во веки веков Аминь